всех приветствую дорогие зрители канала герчик и корс вами виктория осетчук в данном видео я расскажу про статистику что такое статистика зачем она нужна трейдер и из чего она состоит на что нужно первую очередь обратить внимание давайте начнем с определения что такое статистика в трейдинге статистика в трейдинге это результат вашей торговой системы которую вы себе написали это ваш результат вашей торговой стратегии ваш подход к торговлю что вы торгуете как вы торгуете соблюдаете ли вы риски соблюдаете ли вы риск money management то есть в общем да то есть статистика в принципе она смотрится берется период определенную в основном в среднем это месяц кто-то берет меньше кто-то берет больше ну по крайней мере большинство трейдера смотрят именно статистику за месяц кто-то смотрит то уже давно в торговле кто-то смотрит за год за полгода да в зависимости от фазы рынка и в зависимости вообще от именно от настроения фундаментального настроения рынка потому что бывают кризисные года да такие не особо не особо скажем так волатильные да то есть именно хорошие волатильные то есть какие-то зараженные зоны вот сейчас например год тяжелый начинается 23 год если рынок очень волатильный рынок очень новостной и если посмотреть статистику то например этот год он может отличаться там от 2020 2020 там 21 года допустим да я говорю потому что фазы рынка они меняются но сегодня мы поговорим о той статистике больше наверное о таких технических моментах и больше психологических то есть направлено именно на самого человека то есть на трейдера сейчас не будем считать обращать внимание именно на фундаментал конкретно а вот что трейдер пытается торговать да что у него в итоге получается в первую очередь моя рекомендация лично от меня как вообще я вела свою торговлю как я веду по сей день то есть я смотрю также статистику я смотрю какие-то который поторговала месяц чтобы вообще понимать сколько я зарабатываю и и даже если я теряю и если даже ухожу в минус мне нужно разобраться почему это происходит потому что если вы не будете разбираться в своих ошибках своих убыточных сделках то в принципе вы не придете к результату то есть вы постоянно должны видоизменять вашу торговую систему подстраиваться под рынок быть гибким давайте начнем с первого пункта а что входит в статистику статистику входит 1 это риск менеджмент что это значит то есть вы неважно где вы торгуете неважно какой рынок вы торгуете вы берете свою историю сделать например скажем так ну за пару недель до 2 недели поторговали смотрите что что у вас произошло за эти две недели смотрите ваши убыточные сделки до размер вашего убытка размер вашей прибыли и сравнивайте то есть у вас не должно быть так что где-то вы потеряли вот столько где-то вы потеряли вот столько у вас примерно в процентном либо соотношении либо в денежном эквиваленте у вас должен быть определенный убыток да вот сделки там например я вот могу потерять 30 долларов от сделки вас примерно диапазон хотя бы добывает что рынок волатильный бывают поскальзывания бывают спреды или еще что-нибудь то есть ну примерно там 30 тире 50 долларов я могу потерять я могу потерять на сделки допустим да то есть если у вас уже превышает это вот эту цифру да например какие-то сделки превышает данный убыток то это уже проблемы то есть вы начинаете вы начинаете искать проблему да то есть вы начинаете смотреть где я зашел не так возможно какую-то акцию очень распространена проблема так те кто торгует среди на акции у каждой акции свой объем там нужен расчет то есть нет такого что вы одним объемом заходите по всем акции акция стоит 5 долларов тут же другая акция стоит 250 долларов допустим да и у вас не может быть один объем и там и там вы должны все эти объемы уже под рассчитать для себя заранее даже прежде чем заходить чтобы у вас убыток примерно везде одинаковый то есть по сделкам до чтобы вы понимали что то и что можно сложить да и получить какой-то процент убыточных дел потому что если ваши сделки будут разняться именно в цене именно я имею ввиду от процента депозита то начнутся не то что проблема вы не сможете понять вы не сможете понять вашу статистику вы ее не сможете в принципе правильно вообще определить и сформулировать также что касаемо прибыли да прибыль у вас также может быть техническая может быть какая-то расчета может быть вы берете 3 к нам может может вы берете 5 к может вы берете их технически цель там до уровня то есть вы это все также просматриваете и себе уже делать пометочку да делать пометочку где я должен возможно где-то что-то поменять правильно ставить стопы да или правильно выставлять объем далее money management второе это что касаемо прибыли да то есть money management это управление капиталом а сколько раз вы можете перезаходить например да по сделке сколько у вас перезаходов сколько вы можете держать сделку да вот это третий будет пунктом время в позиции например вот вы смотрите свою статью статистику за две недели вы например какой-то сделки перестели перестиживание то есть это тоже входит входит в статистику потому что перестиживание нового ломает систему то есть вы в принципе то свою прибыль тоже заработали но вы например сделки либо вы и сделка точнее либо войне из нее не вышли либо вы ее либо вы наоборот рано вышли закрыли преждевременно то есть вот это всем нужно конечно отслеживать четвертая специфика инструмента что вы торгуете какой инструмент вы торгуете вот вы смотрите например форекс вот вы в основном теряете на кросс пара или вы теряете там на каком-то определенном инструменте там на доллар иене например все вы начинаете понимать что-то значит не так значит да придем к сразу пятому пункту сценарий например вот вы любите торговать ложный пробой но ложный пробой плохо работает например на каком-то определенном инструменте например на кросс пара или там на доллар иене вот плохо работает ваш сценарий ложный пробой именно на этом инструменте вот евро доллар и фунт доллар хорошо ходят а вот именно вот эти они ходят как-то не так по этому сценарию поэтому здесь нужно быть гибким подстраиваться менять значит сценарий именно к этим инструментом либо их не торговать вообще либо подстраиваться под этот инструмент и что-то искать в нем то что он дает то есть как там возможно пробуют поэтому инструменту а ложный пробой не идет но плавно переходим пятому пункту это сценарий это очень важный момент потому что в принципе вот и скажу от себя по моему мнению не бывает такого что вот сценарий вот вы себе выбрали допустим лимитный лимитный уровень вот лимитные уровни от рыбу или те лимитные уровни они везде отрабатывать не везде на форекс и например они реже отрабатывать на акциях они чаще отрабатывают на крипте там что-то другое отрабатывать на каждом рынке я могу обобщить что это технический анализ что эта техника но специфика рынка до плавности с перейдем к шестому к седьмому пункту это важно потому что вот на акциях там другое поведение сны там меньше времени рынок во первых все торгуются давно открывается закрывается меньше времени вам дается для торговли форекс он круглосуточный криптовалют на рынок тоже то есть здесь на самом деле специфика подход торговли немножечко другой и время захода тоже другое да то есть вы можете себе позволить например в акциях вы хотите внутри дня взять сделку движение это хорошо это даже лучше поручки иногда можно пересидеть там на второй на третий на четвертый день оставить дел то есть вот такие вот моменты они вам показывают вот вы смотрите статистику историю сделать вам вот просто показывает во-первых до технический момент где вы теряете на каких инструментах на каких сценариях почему объемы превышены здесь здесь что-то не так да время в позиции почему я здесь там пересидел тут закрыл почему я в безубыток не закрыл и все остальное вот это все это у вас в общем получается ваша торговля ваша статистика который вам показывает статистика это вот вам так сказать такое вот спасение для вас вам показывают то что вот надо вот это 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 исправить то есть вы должны на самом деле не закрывать глаза на это не полениться по торговать две недели три-четыре недели месяца открыть историю сделок и просмотреть даже если у вас там 100 сделок там 200 делок неважно вы должны все сделки потому что у вас не должно быть лишних сделок зачем они нужны это лишние убытки если вы получаете убытки вы должны каждую бы так свой объяснить почему я здесь потерял сценарий не такой почему не такой почему тут работы тут не работает стоп почему я поставил стоп тут какая-то проблема со стопом проблема с техническим стопом неправильно определил уровень и так далее это ваше понимание рынка то есть вы начинаете тебя учить понимаете ваши сделки ваши убыточные сделки берете они вас учат то есть это вашу как бы они вам дают вот это понимание рынка и 6 7 пункт сценарий поведения цены и так же сценария специфика рынка да о чем я говорила в начале сценарии специфика рынка сценарий и рынок криптовалютный рынок там один сценарий например вот она криптовалюте например работают омуожены пробои хорошо от определенных уровень уровне достаточно много и взломы лимитный уровне там уровни ложного пробоя уровня паранормального бара и так далее вот например в криптовалютном работает один сценарий допустим хорошо работает возможно там все сценарии работать я не говорю что там что-то не работает работает но например ложный пробой они чаще всего лучше там отрабатывается до нежели там чем чем пробоя в акциях наоборот пробоя лучше отрабатываться чем можно то есть это вы уже должны отследить это вот я сейчас говорю про себя как я свою торговую систему в течение некоторого времени вообще не изменяла и меняла и сейчас даже я подстраиваюсь смотрю акции также понимаю что даже на определенных каких-то акциях что-то да не работает и прям гэпу я раньше заходила в гэп до уровень гэпа например я отрабатывала пробой я поняла для себя что пробой рано заходить да там нужно дождаться закрытия гэпа либо закрытие либо что-то подтверждение подтверждение пробоя то есть где-то тороплюсь и этого это моя уже статистика и соответственно я под нее я под свою торговлю подстраивалась за то чтобы мне понимать что что я действительно правильно поступаю соответственно не убыточные сделки давали то есть на убыточные сделки учили меня как нужно правильно делать и сценарий поведения цены что это значит волатильность когда волатильный рынок паранормальные бары например идут или внутри параномального бара торгуемся я не захожу все вот я себе табу поставил также вы смотрите где вызов может вы постоянно заходите внутри параномального бара может быть вы постоянно заходите владели рынок может быть вы постоянно заходите перед новостями либо прям в новости новость выходит вы заходит вот это вы уже должны сами отследить поэтому статистика крайне важна для трейдера потому что статистика это ваше зеркало зеркало вашей вообще вашей вашего результата в трейдинги, что вы вообще получаете от этого. Поэтому не нужно пренебрегать этим. Всем рекомендую, это важный момент, неотъемлемая часть работы, проводить статистику, анализ своих убыточных дел, своего рабочего месяца, рабочей недели и так далее. Если вам видео понравилось, было полезно, ставьте лайк, это вас в благодарность. Также подписывайтесь на канал Gerchi.com, здесь очень много полезных видео, полезной информации, также и для начинающих трейдеров, и для тех, кто уже торгует давно, вы найдете здесь очень много всего полезного. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Всем до встречи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok